В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Два в одном. Представители администрации, руководства ДЭПа и КБУ обсудили вопросы объединения предприятий. Часть истории. Какие артефакты были найдены во время раскопок на Монастырской площади. Вечер городских романцев. В наш город с гастрельми приехал заслуженный артист России Евгений Дятлов. Далее расскажем обо всем подробно. Сколько горожане будут платить за воду? Этот вопрос до сих пор остается открытым. Месяц назад депутаты приступили к обсуждению возможности заключения концессионного соглашения в отношении Горводоканала. Однако, эта идея далеко не всем пришлась по душе. По прогнозам, в случае концессии стоимость кубометра холодной воды может достигнуть 60 рублей. Поэтому окончательного решения по судьбе МУПа пока так и не принято. 60 рублей за кубометр холодной воды – реальная цена в случае концессии Горводоканала. Цифра, безусловно, пугающая. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение о дальнейшей судьбе МУПа, депутаты углубились в обсуждение темы. В том, что все объекты Горводоканала нуждаются в полной модернизации, никто не сомневается. И то, что на это нужны огромные средства, тоже не обсуждается. Вопрос в том, где найти эти деньги. В поисках ответа на него народные избранники выясняли, насколько велики потери поднятой воды на пути к потребителю. «Технологические потери – это болезнь всех водоканалов, у всех нормативах. Мы где-то в нормативах до 17 процентов – это хорошие показатели, как нам говорят. Есть потери до 80 процентов, до 60, простите, до 60, я оговорился. Потери происходят при авариях, при прорывах. Если авария пятисотка рванет, представляете, сколько в пятисотке? Озеро. Озеро. Пока мы доедем, пока нам сообщат, пока мы об этом узнаем, пока мы перекроем, все это тоже не быстро». 18 процентов технологических потерь – это в рамках нормативов, заверил Сергей Репин. Продолжает предприятие и работу по выявлению незаконных подключений к сети. «Было выявлено порядка 100 незаконных подключений, но из них где-то около половины. Сейчас заключили договора, часть мы перекрыли воду, часть выдали технические условия в работе. То есть работа серьезно велась». 113 миллионов – размер задолженности управляющих компаний перед горводоканалом. Эти средства пытаются вернуть через суды и заключение дополнительных соглашений. И все-таки финансов на реконструкцию сетей предприятия катастрофически не хватает. Действующий тариф на воду – порядка 20 рублей – позволяет лишь поддерживать объекты в более-менее рабочем состоянии. Месяц назад компания «АТЭК» подготовила проект концессионного соглашения в отношении горводоканалом. Суть его проста. «АТЭК» вкладывает в модернизацию МУПа около 2,7 миллиардов рублей. За пять лет приводит все сети в порядок, гарантирует высокое качество предоставляемых услуг и в течение 15 лет возвращает вложенные средства. Обследовав техническое состояние сетей горводоканала, специалисты пришли к выводу, что эта схема нуждается в корректировке. Считаю не совсем целесообразным срок значительных капитальных вложений ограничить ресурсом 5 лет. Мы должны выйти на сменность сетей, то есть с учетом их длительности, хотя бы на длину всей концессии 15 лет сделать. Чтобы у вас не было необходимости, у ваших потомок не было необходимости, через 30 лет разом искать такую же сумму, а может быть кратно больше, чтобы также единомоментно заменять все изношенные обороты». Учитывая это замечание, а также то, что из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений в Сарове в 2019-2021 годах будет выделено более 130 миллионов рублей, депутаты отложили решение о заключении концессионного соглашения, но полностью не отвергли его возможность. «Концессия – всего лишь инструмент, тот или иной. Инструментов может быть много. То есть решать вопрос водоканалом все равно надо. То есть если другого инструмента, кроме концессии, нет, будем идти на концессию. Если найдем другие решения, давайте…» «Нет, концессия – очень удобный инструмент». Народные избранники создали рабочую группу, члены которой более детально изучат состояние и перспективы развития горводоканала, и только после этого вернутся к обсуждению возможности заключения концессионного соглашения. В начале июля в городской администрации было принято решение объединить два муниципальных предприятия – комбинат благоустройства и дорожно-эксплуатационное – в единую структуру. По словам специалистов, главная причина такого слияния – это экономическая целесообразность. При этом речь идет о ликвидации КБУ и присоединении его к ДЭП, которое должно произойти уже 1 ноября. Оба предприятия – это городские коммунальные службы, направления работы которых неизбежно пересекаются. Благоустройство города – уборка территорий, озеленение газонов и клумб. Однако специфика работы у каждого мупа своя. По словам директора комбината благоустройства Сурена-Авсипяна, слияние предприятий повлечет убытки. У нас разные режимы работы, разные экономические модели и вообще разные налоговые режимы. Около 6 миллионов эти два новые предприятия теряют доходы. Ради чего? Вот тоже непонятно коллективы. Дальше как нам жить? Главным в ситуации слияния двух предприятий остается кадровый вопрос. После того, как в КБУ узнали об объединении, больше 10 работников написали заявление об увольнении. Слияние мупов неизбежно породило слухи о сокращении. Штат комбината благоустройства – 65 человек. 13 из них после объединения могут потерять свои рабочие места. Часть людей из тех, кто планировался к сокращению, они будут устроены на нашем предприятии. Часть разосланы на запросы по остальным муниципальным предприятиям. То есть никто никого бросать не собирается. При этом по заработной плате уменьшения заработной платы не будет. Судьба помещений КБУ и рабочих мест сотрудников уже определена. Инженерно-технические специалисты комбината переедут в ДЭП. Планируется, что озеленители и уборщики территории останутся на прежних местах. Питомник и теплицы на территории КБУ будут работать в прежнем режиме. А вся техника комбината благоустройства отправится в ДЭП. Когда нет прозрачности, открытый свет, понимание людей. И вот эти, витая все вот эти домыслы, кто говорит, вас снесут в территорию кому-то нужна. Кто говорит, ваши помещения кому-то не нужны, вы не нужны, поэтому что-то делаете. Кто говорит, просто вашу деятельность просто отберут. Вот тоже вопрос. Люди боятся. Средний годовой финансовый оборот ДЭПа – 300 миллионов. Предприятиям приходится конкурировать с частными подрядчиками. И зачастую МУПы теряют контракты на крупные суммы. Отсюда и миллионные убытки. В администрации считают, что объединенные предприятия будут более конкурентоспособным. И разовые потери прибыли будут иметь меньше последствий. Оба предприятия работают в условиях конкурентной среды. Вот, значит, у ДЭПа большие объемы. Естественно, угрозы даже при больших объемах существуют. Выхода на этот конкурентный рынок каких-то организаций. Но в условиях больших объемов это очень сложно. Поэтому, собственно говоря, устойчивость ДЭПа, она все-таки более серьезная в этом вопросе. Возможно, это и решение когда-то и будет правильно. Но все-таки пересмотреть, может быть, повременить это решение, обсудить, понять все за и против, все моменты. Все-таки делать правильный анализ, правильную оценку и после этого уже принимать решение. Объединение предприятий должно произойти уже 1 ноября. До этого времени администрации ДЭПа предстоит решить частные вопросы работников комбината благоустройства в индивидуальном порядке. Саровчан приглашают присоединиться к благотворительной акции. 28 октября волонтерская группа «Движение навстречу» вновь поедет к ребятам из Темниковского детского дома-интерната. На этот раз в списке нужд сосиски, колбаса, томатная паста, мыло, зубная паста. Также воспитанникам необходимы наколенники и налокотники. Присоединиться к поездке или просто помочь могут все желающие. Более подробно об акции можно узнать в группе «Движение навстречу» ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Во Дворце детского творчества начинается новый сезон проекта «Профтренд». Первая встреча пройдет в пятницу 19 октября и будет посвящена работе учителя. По результатам опроса преподавание наряду с медициной и программированием интересует ребят больше всего. Как ожидается, представители этих трех областей и станут первыми героями «Профтренда» в этом году. Желающих из первых уст узнать о том, что на самом деле представляет из себя работа учителя со всеми плюсами и минусами, приглашают во Дворец детского творчества к 16 часам. Полиция проконсультирует саровчан. 26 октября с 15 до 16 часов пройдет горячая телефонная линия по вопросам приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях. На вопросы жителей ответит офицер-главка, полковник Константин Белоногов. Звонки будут принимать по телефону 8 831 268 66 55. Бусины, браслеты, глиняные горшки и другие предметы быта конца 12-го – начала 13-го века. На Монастырской площади завершились раскопки на месте храма Пресвятой Богородицы и Живоносного Источника. Какая судьба ждет найденные артефакты, выясняла наша съемочная группа. Полевая стадия раскопок на месте храма Живоносного Источника завершена. Все культурные слои подняты на поверхность. Даже маленькие черепки глиняных горшков, деревянные обломки, ржавые гвозди сотрудники тщательно отмывают и готовят к дальнейшему исследованию. У нас получены очень богатые и интересные материалы как по истории Саровского городища средневекового 12-13 веков, так и значительная новая информация по истории монастыря и истории формирования храмового комплекса храма Живоносного Источника. Природные и человеческие факторы сыграли свою роль в изменении внешнего вида найденных вещей. Не всегда виден орнамент, отломаны части изделий. В этом случае археологам помогают местные специалисты, что значительно облегчает дальнейшую исследовательскую работу. Есть предположение, что были обнаружены останки генерала от инфантерии, благотворителя Саровской пустыни. Все артефакты будут исследованы специалистами. Вещи по возможности отреставрируют. Останки животных у людей будут проанализированы на предмет возраста и причины смерти. Примерно через год найденные на месте разрушенного храма вещи станут экспонатами Саровского краеведческого музея. Неформатное, честное, проверенное временем. Именно так отзываются о музыке этого исполнителя романцев. В Саровском драматическом театре прошел концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова. Концертная программа длилась около трех часов. За это время саровчане смогли насладиться городскими романцами, русскими народными песнями и песнями из кинофильмов. Сопровождала артиста инструментальный ансамбль «Академ-квартет». Романцы 19 века, песни военных лет и песни из кинофильмов 20-го столетия. Композиции известны и услышаны впервые. Репертуар Евгения Дятлова составляют песни популярных в советское время поэтов-песников и композиторов. Леонида Утесова, Булата Куджава, Арноба Баджаняна и Юрия Висбора. Я пою только то, что реально мне очень нравится и что я могу исполнить с каким-то своим качеством. Евгений Дятлов считает, что песня в кино добавляет фильму колорита и души. Как признался артист, исполняя известную песню из фильма, он старается вложить в нее свое восприятие героя и киноленты. Я как бы немножко по-своему это проживаю. Или у меня какое-то внутри отношение к этому фильму, я это отношение вкладываю в пение. Несколько там по-своему все-таки. После концерта Евгений пообщался с поклонниками своего творчества. Несколько минут хватило на то, чтобы подписать буклеты и диски, сделать совместные фотографии и выслушать слова благодарности от зрителей. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Осень, пора простудных заболеваний. Поэтому так важно быть во всеоружии. Натуральный мед укрепит ваш иммунитет. Всего одна ложка лакомства в день и вам не страшны ни дожди, ни ветры. Простуды минуют вас стороной. Огромный выбор сортов меда в Центре культуры и досуга в НЕФ. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досуга «Орфеатсвнеев». С 20 по 24 октября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед. Липовый, майский, цветочный, высокогорный. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Осенью в сезон простуд и вирусных заболеваний необходимо заботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. На ярмарке есть мед только с прополисом, а также с прополисом и кедровой живицей. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. А еще поможет укрепить вашу иммунную систему мед с пергой. Мед с пергой – это в первую очередь. С утра по чайной ложечке – это замечательная вещь для иммунитета. Иммунную систему укрепляет хорошо. А также еще и все хронические заболевания, потому что в перге очень много полезных свойств. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Если вы самостоятельно не справитесь с выбором, пчеловоды Михайловы придут на помощь и посоветуют мед, который идеально подойдет вам. Ну и, конечно, все сорта можно попробовать лично. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуге «Арфиацвнеев» с 20 по 24 октября с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин